А через вот мастер-пан можно все это задать правильный сценарий развития вот этих серых зон. Мы могли поругать, вызвать, сказать, как надо строить любой высокий дом на территории центра. Это был уже прецедент, это был скандал. Мы строим современную трамвайную систему в южной столице. Ростов находится где-то, условно говоря, на стадии Москвы в конце 90-х годов. Да? Почему мы решили, что на трамвайе кто-то будет ездить? 490 объектов культурного наследия. И постоянно идет процесс выявления, то есть городозащитники постоянно подают заявление о том, чтобы новые дома, новые здания признавали выявленные объектами культурного наследия. К сожалению, это единственный способ предотвратить сейчас эти здания. Что такое прозор, да? Ориентирование объектов капитальной строительства узкой частью к реке Дон в целях создания прозора в застройке панорамы. Это прозор. А вот это узкая часть. Он повернут узкой частью к реке Дон. Потом снова покрасили, потом снова заштукатурили, ребята решили их очистить. Когда они их очистили, оказалось, что облицовка подлинная, она вообще в отличном состоянии. Не так много утрат. Тоже получился такой интересный объект. Прозвенел третий звонок, и мы начинаем нашу третью секцию. Мы обозначили ее тему как максимально свободную, назвал ее ростовская тематика. Но мне бы хотелось сконцентрировать ваше внимание на том, что ростовская тематика, это не значит, что все, кто не ростовщане, могут убегать, заниматься своими делами. Нет. Мы как раз таки вас пригласили, для того, чтобы вы послушали наши проблемы и дали какое-то свое решение, свое видение, рассказали исходя из того опыта, который был у вас в решении предостретных органистических проблем в ваших регионах, в ваших городах. Все-таки не зря у нас здесь 21 город присутствует и 14 регионов. Ваш опыт коллективный, конечно, поможет нам ответить на наши благодарящие всех раздачам вопросы. И, надеюсь, сработает на будущее в общем-то наиболее позитивном ключе. Но на этом давайте, наверное, вступление завершим. И мне бы хотелось, прежде чем начать работать по теме этой секции, вернуться немножко к началу нашего сегодняшнего дня, когда мы говорили о генеральных планах и рассуждали, насколько он генеральный, насколько он уже себя, может быть, где-то пережил, где-то не вклинивается в, скажем так, современную ситуацию. Так или иначе, мы с вами сегодня упоминали слово «мастер-класс». И ситуация с мастер-планированием в Ростовской области, в общем-то, сильно отличается от того динамического, скажем, состояния, которое характерно в этом вопросе для Дальнего Востока, для каких-то, может быть, иных территорий нашей страны. И у нас сегодня есть мастер-план, разработанный для города Таганрога. Он утвержден постановлением главы администрации и разработан он в Дом РФ. Есть сегодня мастер-план города Новошахтинска, разработанный нашей командой и в июле прошлого года утвержденный депутатами городскими и включенный в состав программы социально-экономического развития городского оборудования. Вот, собственно говоря, два мастер-плана. И ключевые города области – Ростов-на-Доногу, Новочеркасск, Азов, Шахта, Волгодонск – они пока не поступали к этому документу. Мне бы хотелось немножко вернуться к этой тематике и, ну, минут пять-десять, наверное, ей посвятить вначале. И я бы хотел предоставить слово Григорию Анатольевичу Алексею Малахову, главному администратору Ростовской области, с тем, чтобы он прокомментировал, скажем так, Григорий Анатольевич, перспективу мастер-планирования на территории Ростовской области. Что вы, как вы это видите, какая от этого польза и прочее. Друзья, еще раз день добрый. Я, наверное, не про перспективы мастер-планирования, потому что перспективы туманные. И, в принципе, получается, что само мастер-планирование, мы много об этом говорим, да, как озвучивание, что есть мастер-планирование, опыт Дом.РФ, который вот натренировался на Дальнем Востоке, в принципе, распространяет эту практику на другие города, вот Таганрог, в Аде-Кавказ они делают. То, что формат, вот как, при всем моем уважении к Дом.РФ, формат мастер-планирования вот этих сложных городов, как Таганрог, это то же самое, что это именно, ну, несколько такой красивый документ, который показывает, как бы, основные направления развития. Ну, и на этом все заканчивается. То есть нету, как бы, глубины документа. Вот в каком видении сейчас мастер-планирование, вот, как вот прозвучало поручение президента, вот, на стратегической сессии по безопасности, и что он дал поручение правительству разработать все-таки, там, определить, что такое мастер-планирование, определить, там, как он устраивается, вот, мы все ждем. В каком-то виде будет, не знаем. Но вот я бы просто хотел бы поделиться, как я это вижу, и вот, так как это ростовская тематика, как это хотелось бы видеть по отношению к Ростову. И вот в свое время, когда мы анализировали тоже, что такое мастер-планы, где он может в своей, там, иерархии документов находиться, куда ли он ближе, там, или к документам территориального планирования, или к документам стратегического планирования, и что, на самом деле, определить, что он, в принципе, одной ногой стоит и там, и там, что это как связывающий документ, что он, безусловно, должен опираться на стратегию социально-экономического развития, потому что он там должен брать основы и цели полагания, и прогнозирования, и вот, в принципе, программные мероприятия. То есть он должен брать все основное из стратегии и иметь больше, как бы, больше как иллюстрации, вот именно к сухому документу стратегии, и показывать то же самое, как и в стратегии, определять вот эти все и проблемные моменты, у которого города есть. Вот как Сергей Юрьевич озвучил, что вот какие, да, у нас порастало бы там и транспорт, и жилье, и озеленение, вот, в принципе, получаются те сложные вопросы, которыми надо заниматься. Вот мастер-план должен выявлять эти проблемные моменты, и второй, он должен определять возможности города, то есть как минусы, так и, безусловно, плюсы. И вот достоинства и возможности города он тоже должен, мастер-план, выявить, и как раз-таки он должен давать сценарий развития города по как решать проблемные вопросы и как, наоборот, приумножать плюсы, и что для этого надо делать, чтобы эти плюсы именно возводились в план, абсолютно, насколько это возможно. И вот именно мастер-план должен показывать, безусловно, с графическим сопровождением, как эти плюсы, как эти сценарии развития города вообще в любом пространстве должны проявляться, и плюсы иметь должен свою экономическую составляющую и программные мероприятия. То есть, в принципе, вот как мы говорили, что из генерального плана, как в свое время был план реализации генерального плана, вот что-то, это должно быть что-то похожее. То есть это должны быть программные мероприятия, но это идет не за бенпланом, а идет, наоборот, перед бенпланом. И уже мастер-план уже разбирается на составляющей. То есть основная часть идет, это как основа для внесения изменений в генеральный план. Вот тот сухой остаток, что нам оставили от генерального плана, вот те параметры, которые закрепляются. Вот они должны быть не просто из воздуха, вот в принципе, основываясь на мастер-плане, они должны закрепляться в генеральном плане. Но при этом должно более гибкое наполнение мастер-плана быть, чтобы встраиваться сразу в какие-то программные мероприятия. То есть он должен сразу начинать жить, вот раздеваться на разные составляющие. Конечно, иметь этапы, то есть как город у нас, Ростов, вот имеет там разную структуру, что есть исторические территории, не обязательно как исторический центр Ростова, то есть как бы начался там исторический центр Ростова, потом у нас там возникали серые зоны, потом мне очень замечательная территория, до сих пор восхищаюсь, хотя она уже немножко там утратилась, это седьмаш, и вот я просто помню, когда диплом делал на раз в кафедре городостроительства, когда ходил, сюда фотографировал, когда вот этот именно сам рабочий городок, вообще планировочная структура, и вообще объемные решения домов, вот именно структура, и вот то, что и про озеленение мы когда говорили, вот именно то озеленение, вот с той застройкой, оно максимально гармонично смотрится. И вот эти территории, как бы исторические территории интересные, и потом появляются опять там серые зоны, потом появляются там новые территории, где-то хорошие, где-то плохие, не будем говорить, что все спальные районы там плохие, я вот считаю, что Северный запланирован вообще замечательно, что его надо в пример ставить, только да, что самой застройкой, да, конечно, там подпанельное домостроение, конечно, там сыграло там свою роль, но планировочная, это замечательно запланирован микрорайон, и при этом вот эти вот шаги как бы города, и при этом возникают вот эти вот серые зоны. И у нас, безусловно, как формат КРТ появляется, что да, как-то реновация, там перепрофилирование территории, но это идет как бы локализовано, а через вот мастер-план можно все это задать в правильный сценарий развития вот этих серых зон, и стягивания вот этих всех как бы хороших территорий, через вот эти все нити связующие. Ну вот, в принципе, как бы вкратце вот как бы расположить, в своем прочтении, это такое мое личностное прочтение. Спасибо. Спасибо, нет, тут микрофон пока оставьте у себя. У нас еще... Григорий Иванович, ну, получается, что Северный у нас на сегодня, по сути дела, это хороший такой пример комплексного развития территории. То самое КРТ, которое нас сегодня обязывает везде иметь, мы, оказывается, уже имеем, и проблема только в том, наверное, чтобы его сохранить именно в таком качестве. Да, и там, кстати, все есть направляющие, что там есть, безусловно, микрорайоны, в которых есть свое ядро, вот первая ступень обслуживания, то, что вот пришли сейчас, закрепили, да, как бы в том же там СП микрорайон, где там прописано, что вся система обслуживания находится в микрорайоне. Там есть транспортная система хорошая, там замечательный природный каркас, который там где-то там перепили, но это есть там и парк Рыжба, и есть и набережная, и воднозеленый каркас, все там есть. И вот эти связи, только если их там восстановить, там есть даже то пешеходное пространство внутри микрорайонов, которое связывает основные общественные пространства. То есть там все, все есть. И вот это именно, да, тот пример именно комплексного подхода в разных направлениях, во всех сферах, вот то, что есть у нас в транспортной, социальной жизни, общественной жизни. Да, ну получается, что у нас действительно, наверное, уже можно повелософствовать на эту тему, сказать о том, что наша формативная база, она совершила такой длительный скачевку, да, и то, что было запланировано 50 лет назад, сегодня оказывается востребованным, в том числе в нормативной базе и в постоянных наших, скажем так, устремлениях, да. Ну, меняется, наверное, шаг магистрали, он становится меньше, шаг квартальной сетки, увеличивается доля уличной дорожной сети, потому что она уже не умещает ту нагрузку. Но к основным принципам формирования комплексной застройки мы все равно возвращаемся к предпришествия 50 лет. Но, наверное, это какой-то такой период, в котором будущие историки градостроительства, если таковые будут у нас в стране, в ближайшие лет 10-20, они, наверное, пишут, проанализируют, защитят не одну диссертацию, и будут на эту тему уже говорить. Спасибо большое, Григорий Анатольевич. А есть у кого-то вопросы, может быть? Нет, да? Ну, замечательно. Спасибо большое. Тогда, да, перейдем к... Да, спасибо. Перейдем к основной нашей задумке, скажем так. Мы планировали сделать следующим образом, говоря о ростовской тематике. Но, прежде всего, конечно, речь, как я уже говорил, о всех процессах, которые происходят в Ростове. Мы исходим из того, что все-таки, как в любом крупном городе, сегодня Ростов-то миллион 142 тысячи жителей по итогам переписи, почему-то более поздних данных я не нашел. И мы исходим из того, что любой крупнейший город, он умеет в своей структуре, наверное, в своей жизни, наверное, до несколько более-менее схожих проблем. Именно эти проблемы мы бы и хотели выделить, и не будем здесь оригинальны. Мы решили, что это четыре направления. Это жилищное строительство, это охрана, или, скажем так, все вопросы, связанные с наследием, и с культурным наследием, которое мы сегодня имеем, вопросы зеленого каркаса, и транспортный комплекс. Но зеленый каркас мы, так уж и быть, подарили Елене Бассейне, не будем о нем говорить, поскольку только что была замечательная секция, на эту тему проведена, было очень много хороших слов сказано, и сконцентрировался на оставшихся трех. И вот что касается жилищного строительства, у нас получается, что в последнее время этот филт привлекает очень много внимания, все вопросы связаны с жилищным строительством. Действительно, один из основных типов жилья, который сегодня, в общем-то, в Ростове активно строится, это сегодня высотное строительство. Но вместе с тем, если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что более половины ввода жилья формируют как раз-таки не многоэтажки, не высотки, а именно индивидуальное жилье. То есть это тот вид жилищного строительства, который мы, возможно, не так видим физически, потому что он занимает, ну, банально, меньше места. Но в основном осуществляется за счет того, что где-то что-то строили, пристроили, где-то детализовали, но вот в итоге получается больше половины ввода жилья формируется именно таким образом. Что с этим сегодня связано? Каким образом строятся в Ростове? Что, возможно, будет более перспективным? Каким образом реагирует на это архитектурная общественность? И вообще, если есть какая-то реакция? Или здесь подход, ну, скажем так, подход уже сугубо исполнительский? Есть какая-то специализация, кто-то скажет высотки, кто-то скажет индивидуальное жилье, но, тем не менее, все специалисты более-менее как-то связаны, концертированно оценивают эту тематику. Мне бы хотелось предоставить слово председателю Ростовской организации Союза архитекторов Алексею Эдуардовичу Полянскому. Алексей Эдуардович, прошу вас. И я бы хотел попросить, наверное, было бы неправильным еще не только мучить Алексея Эдуардовича вот этими вопросами, но, наверное, надо бы в целом попросить его сказать слова... Мучить на других. Да, сказать слова от имени общественности архитектурной, которая, так иначе, вовлечена во все наши городостроительные. Спасибо. Дорогие друзья, я действительно вам благодарен за то, что Южный градостроительный центр и гильдия градостроителей взяли на себя, так скажем, плежали, к удовольствию, но при этом и ответственность, провести это мероприятие в Ростове. Сергей Юрьевич выступил как амбассадор нашего города, пригласил. Мы понимаем, что к нам не так легко сейчас добраться, то есть вот Краснодар, Воронеж, Волгоград... Волгоград. Да? Это мы еще понимаем. Но в том, что Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, это огромный респект, уважение за то, что вы... И в Калининград. Да, в Калининград предприняли такое нешуточное путешествие. Нам на самом деле это важно, потому что мы уже от этого города устали, он нам надоел, ничего тут больше не говорит такого, потому что мы все время там ругаемся и переживаем. Поэтому я думаю, что нам сейчас куда более ценно, если ваш взгляд со стороны как-то среди того, что нам самим не очень нравится, наметить что-то такое, да, что в очередной раз, когда мы вас пригласили, вы скажете, о, Ростов, мы там были, там интересно, мы приедем. Поэтому, наверное, это, мне кажется, что это основная часть, помимо такого общения, обмена мнением, такого перекрестного опыления в части опыта градостроительного, я думаю, что очень важно личное общение и очень важно то впечатление, которое вы получите от города, который мы, несмотря ни на что, все равно любим, да, потому что говорят, что уважаются достоинства, любят просто так. Вот мы его просто любим, любим мы все. Поэтому, конечно, какой он будет, как это все будет выглядеть, это крайне сложно, но я вам хочу сказать, что, наверное, Юрий Александрович сказал, что многое зависит от какого-то фактора, да, то есть он или работает, или не работает. И, в принципе, получается, что мы, вот если проанализировать эту историю, то есть когда-то нас ругали, что мы очень закрыты и консервативны, правильно, у нас были свои застройщики, практически никого из огородных застройщиков в Ростове не было, да, то есть был некий комплекс, и все знали, и там могли поругать, вызвать, сказать, как надо строить, любой высокий дом на территории центра, это был уже, ну, прецедент, это был скандал, вот, потом мы как-то поменялись, да, то есть мы стали более открыты. На сегодняшний день получается, что если проанализировать, то из крупных компаний, да, которые строят жилье в Ростове, ну, не дашь соврать, я думаю, из ростовских можно назвать не больше трех, например, да, ну, таких крупных, а дальше, пожалуйста, вся линейка, да, то есть ПИК, пожалуйста, да, то есть Югстроинвест, Ставрополь, Краснодарские компании, сейчас потянули Санкт-Петербургцы, то есть это, в принципе, компании, которые, ну, в общем, приезжают сюда и во многом они приезжают, ну, как бы, со своим рекалом, да, их, естественно, рады видеть в любом случае, да, и... Кангбунгская даже компания есть. А? Кангбунгская даже компания есть. Ну, я не знаю. Их, в общем-то, рады видеть, они начинают работать, с ними все хорошо, потом иногда получается, что с ними не очень хорошо, и потом все спрашивают, а кто это такие вообще? То есть это люди, которые застроили уже там полгорода, правильно? Потом, потом все же, а вы их знаете? Ну, мы не знаем. А кто это? Да, мы тоже не знаем. Ну, то есть вот, получается колоссально, в градостроительстве же все достаточно инверционное, и вот эти процессы, связанные с взаимоотношениями, да, они тоже, они достаточно долго завязываются, да, то есть они долго реализуются, а потом еще очень долго мы, ну, как бы пользуемся, да, и являются свидетельствами последствий, да, вот этой деятельности, то есть мешаться туда сразу, и леска, наверное, ну, не представляется возможным. Что касается города, и, наверное, все-таки вот этой диверсификации со стройки, да, как таковой, я думаю, что, конечно, нам было бы интересно все-таки базироваться на том, что мы когда-то сделали, в принципе, считали, что сделали правильно, передовую, да, то есть ростовская глумерация, большой Ростов, то есть вот, то, что, естественно, то есть вот, как бы, как сделать так, чтобы этих застройщиков выговорить из центра города, да, и отправить их куда-то там на периферию, да, с их же там запасом. Прекрасный город Таганрук, но, к сожалению, поскольку там стоимость квадратного метра куда ниже, чем в Ростове, казалось бы, да, и вот там есть все благоприятные условия для малоэтажной застройки, да, то есть туда крупный застройщик не идет. Может быть, и хорошо, пусть развивается там лучше, да, какой-то местный или средний застройщик. Индивидуальное жилье, где у нас есть совершенно все предпосылки, да, и градостроительная документация, у нас много территорий под них определены. Но на личном опыте скажу, когда мы работали над предоставлением и, так скажем, очеловечением земельных участков, которые нам предоставили для многодетных, я, наверное, куда четыре со всеми ведомствами бился, чтобы туда кто-то посмотрел хотя бы с точки зрения инженерной инфраструктуры. То есть все есть, земля есть, транспорт более-менее есть, с точки зрения инфраструктуры отзовите с гарнизмом. Причем, вот отъехал от города, от центра, все, ничего. И самое главное, что все мероприятия, чтобы ее запустить, эту территорию, они начинаются от одного миллиарда рублей. Естественно, никто из застройщиков такую нагрузку не потянет, поэтому мы говорим о том, что это сложные, непростые программные мероприятия, правильно, для того, чтобы вот эти все территории были, были, ну, в общем, как-то доведены, доведены до состояния, когда туда мог бы прийти застройщик, что-то строить. Равно как и город, правильно, то есть мы говорили сегодня про КРТ, что хочет застройщик, если мы более-менее как-то хотим на него повлиять, чтобы он не строил высоко, строил средний, допустим, да, он говорит, ну, сбалансируйте мне мои затраты, да, то есть чем вы мне поможете с точки зрения инфраструктуры, доставления земельного участка и так далее. Ну, то есть, в принципе, всегда говорил о том, что все это возможно, научные и производственные потенциалы проекта у нас безусловно есть, но нужна политическая, ну, то есть мне кажется, что это, что это очень важно. То есть, когда, ну, поймут, что вот такие, это сбалансированные города, это не только квадратные метры, да, ну, как бы вот, отчетностью, да, за работу, что качество этих квадратных метров, или, например, да, что в зачет идут там квадратные метры, на которые ты или выдал разрешение, или которые вообще сделаны по процедуре, там, КРТ, или что-то еще. Тогда, наверное, возможно, уже переоценка ценностей на местах произведения. Ну, пожалуй, что все, если есть вопросы с удовольствием, но я знаю, что у нас мало времени, поэтому. Но вы же, коллеги, есть вопросы? Нет, есть вопросы, как всегда. Да, а вы же, вы же местные, вы успеете. А, ну, очень хочется ваше мнение, пожалуйста. А можно? Можно, не так уж, так. Ну, собственно, вот вы сказали, что, чтобы вот облумерация, да, большой расход, большой город, чтобы забрать с исторического центра застройку, она почему-то не забирается, ну, ладно, и строить разрастацию. Но в настоящий момент, я так поняла, это разрастание идет за счет пойма. Я правильно поняла, поотношусь к этому вопросу? Вопрос. Отношусь серьезно, как бы так, как отношусь? Серьезно отношусь. То есть, отношусь, отношусь так, что считаю, что в этом направлении развиваться можно. И не только в виде поймы, потому что город развивается совершенно в разных направлениях. Продолжает развиваться Суворовский, 350 гектаров старого аэропорта, не исключено, что когда-нибудь стронится военный аэропорт, и мы получим еще 350 гектаров. И огромное количество ресурсов внутри самого города, которые нужно просто выявить и поймать. Но, естественно, застройка на территории свободных, даже сложных инженерных отношений, она все равно происходит, потому что, как вам сказать, выражу свое мнение, потому что она имеет место. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Спасибо большое, Алексей Дуарович. Спасибо, буду микрофон там. Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, действительно, у нас с жилищным строительством очень много всего интересного происходит в городе, и то, что связано с жилищным строительством. В основном, массово жилищным строительством у вас почему-то сейчас формировали транссутные дома. Вспоминая историю одного жилищного комплекса, в Ростове не буду его называть, когда уже строили 8, 9, 12 этажей, несколько пашин, несколько одного таких пашиного типа построили, после чего застройщик спохватился и построил вместо последней 12-этажки, а вместо нее построил 30-этажный дом. Почему? Подкорректировал документацию, проект планировки, сделали, благо, все это было в том месте, где плотность гуляла, позволяла набрать эти метры. Жилищи возмущались, потому что они покупали 9-этажные дома, специально потому, что они покупали определенный образ городской среды, определенный образ застройки. И мне все время вспоминается какой-то старый такой бородатый советский анекдот про мужа, который работал на оборонном заводе, и его жена говорит, ну, стащи что-нибудь из своего завода, собери коляску для ребенка, в магазинах нету, купить не можем. Он пошел, стащил, собирал, собирал дорогая, ты знаешь, ну как не собираю, мне все равно автомат Калашникова получается. Вот у нас получается, а так мы не строим, все равно получается почему-то высотные дома. но вместе с тем усыряет оптимизм то, что мы действительно видим статистики, когда у нас больше половины жилья нового, это одноэтажное жилье, какое-то такое гуманное, интересное. А остается вопрос, это действительно какие-то статистические поверхности, связанные с тем, что у нас где-то кто-то подкорректировал, где-то кто-то был в Кузакуину, точнее, уже давно существующее жилье, или действительно новое строительство. Но это, наверное, отдельная тематика, в ней долго разбираться. А мне бы хотелось переключиться на следующее направление, связанное оно с развитием транспортного комплекса. Дело в том, что сегодня Ростов, но очень многие наверное убедились в том, что у нас в общем-то тут какие-то проблемы, которые связаны, которые характерны для любого крупного города. Он сегодня появляется и в Ростове. Мы с гостями в 8, наверное, в половину 9 утра. Я когда взкликнул к Александру Анатонову, хотел покорреть завтрак, а мы в одно место поехали в полдевятого утра, не смогли припарковаться, в другое стояли в пробке. Там тоже были какие-то проблемы с парковкой, в итоге мы купили какой-то фастфуд и ели у нас в офисе. Но главное, все было благополучно. То есть даже с самого утра мы уже вынуждены сегодня простаивать в пробках и прочувствовали на себе все транспортные проблемы. Но, конечно, о городском транспорте хотелось бы, можно было говорить очень долго, очень много. мне бы хотелось только остановиться на одной из сторон развития ростовского транспорта, которую мы, собственно говоря, в последнее время все чаще обсуждаем и в прессе, и в сети, и в... просто в обычном человеческом общении. это проект реализации ростовского трамвая. Связан он с инициативой, с концессией, точнее, которую получила представитель группы Синара. Всем известные действия успешны. Реализация это проект трамвая в Таганроге, где фактически вся трамвайная сеть за очень короткий период была переделана и полностью реновирована в хорошем смысле этого слова. А я помню Таганрог, когда занимались генеральным планом его, я очень хорошо помню эту цифру 82% трамвайных путей. Даже на тот момент это было до реализации проекта реновации трамвайных 82% путей проходило на посолбленном полотне. То есть оно никак не было записано в различных наружных сетях. И вот хотелось бы, поскольку у вас какой-то смешанный состав, как вы будете? Давайте так выходим, представляемся, рассказываем, кто из вас здесь и о чем будем говорить. Ну и регламент, конечно, потому что надо полагаться минус 5. Мы коротко. Добрый вечер, уже вечер всем. Меня зовут Виктория, я пресс-секретарь проекта Ростовский трамвай. Сейчас коротко расскажу вам о нашем проекте, но хотелось бы начать с благодарности. Мы пропустили круглый стол Ростов-2049, каким мы видим город, к его 300-летию, пришли на плежеринг. Спасибо большое, что проводите такие интересные, полезные мероприятия. Все знают, известна всем поговорка, что ломать не строим. Ломать легко, а вот строить нелегко. Мы строим. Мы строим современную трамвайную систему в Южной столице. Можно следующий слайд? Несмотря на все вызовы, с которыми сталкиваемся, несмотря на недовольство автолюбителей, Ростов это автомобильно ориентированный город, несмотря на весь негативный поток в пабликах и чатах, так как критиковать легко, попробуйте что-то полезное создать или построить. Мы хотим, чтобы в Ростове транспортная доступность была всеобщей, чтобы жители густонаселенных и удаленных районов легко и быстро добирались в любую точку города. Сейчас коротко, что мы строим. Вы видите на слайде, здесь есть цифры. Современная трамвайная система. Что это? Это 119 километров одиночного пути. Это не только путь, это и контактная сеть, сопутствующая инфраструктура. Мы построим два депо, шесть тяговых подстанций, плюс 15 модернизируем. Модернизируем и поставим трамвайные вагоны, в том числе 76 новых трехсекционных вагонов. В раздаточном материале Южного градостроительного центра советую пользоваться общественным транспортом, так как это не только удобно, но и экологично. Так вот, трамвай это один из самых зеленых видов транспорта. Что мы строим сейчас? Можно следующий слайд? Здесь представлено то, что мы строим и что модернизируем. Мы в целом это полноценное строительство всех 119 километров. И еще следующий слайд. Так вот, что строим сейчас? Строим первый этап под этап 1.1.1 трамвайная линия в микрорайоне Ливенцовский. По под этапу 1.1.2 это следующая ветка линия на участке от улицы Малиновского до площади Мичурина ведутся проектные застатерские работы. Затем проектная документация согласованная с администрацией города, конечно же, будет направлена на госэкспертизу. И после положительного заключения начнутся строительные работы и по этой линии. Сейчас продемонстрируем вам еще несколько фотографий. Следующий слайд. Стройка в 900 здесь вы видите. И следующий здесь виден участок этапа линии 1.1.1 то, что сейчас, где сейчас идут непосредственно строительные работы. Следующий. Это тоже стройка в Левенцовке. Двухпутный участок на улице Еременко. Следующий. Левенцовка Ткачева улица. Здесь уже вот можно предыдущий. Идет установка бортового камня, стоят опоры. И теперь продемонстрируем рендеры трамвайных вагонов. Это односекционные модернизацию которых мы осуществляем модернизировано 30 вагонов. Следующий вот так он будет выглядеть. И трехсекционные новые, те, о которых я говорила, современные вагоны. Мы открыты к диалогу. Мы всех читаем, всех слышим, все видим. Рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, он так и называется, Ростовский трамвай, и готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. У нас видимо уже сразу вопрос пошли. Только у вас запланированы такие масштабные тренды изменений в трамвайной сети. А есть видение источников финансирования? Уже в трамвайке от холодильника? Конечно. Расскажите, поделитесь. Здравствуйте. Друзья, я зовут Друзья, я заместитель генерального по сервису подвижного состава. Буду участвовать за подвижный состав и за эксплуатацию. По поводу финансирования. Консессионный проект, мы совместно с городом отравляемся к инцидентам данного проекта, мы консессионер, который будет эксплуатировать данную систему. Половина средств это сенар будет выдавать и оставшись подвижным дает подгранты и кредитрование. Федеральная сенария у вас будет предусмотрено на развитие данного есть? Это то, что устагал. Это город, концентент? Город, это городской бюджет, да, концентент. Область, там трехсторонное соглашение, концессионное соглашение с три стороны. область и концессионер. А область получается из своего бюджета средства присматривает не федеральное? Нету дополнительных нету? Здесь я не знаю, но буду точнее, что спасибо. В Омске сейчас тоже планируется развитие трамвайной сети, как раз то, что у нас вложено в генеральном плане значительное, и мы рассмотрим, коротко рассмотрим возможности. вопрос. Я могу здесь пояснить, для федерального средства скорее всего есть, потому что 10 регионов участвуют в этой федеральной программе под модернизацией городского трамвайной системы. 10. Ростов, в том числе, в Ростове реализуют проект сценария ДТР и Ростов-на-Дону был консессионер. Кроме Ростова здесь Краснодар, Пермь, Липецк, по-моему, да, Липецк. 10 регионов участвуют в федеральной программе. Соответственно, какие-то в каждой части федеральных средств будут точно. Волгоград тоже участвует в этой работе. И у меня вопрос такой. Я смотрю, сложившиеся жилые застройки модернизируются, прокладываются новые транспортные пути. Как вы решаете вопрос шумового защиты? То есть это не обучина города, это сложившиеся жилые дома, многоквартирные. Кроме того, есть негативный опыт, когда такие трамвайные пути огораживаются в целом безопасности дополнительными заборами. И вот у меня шум забора. что скажете? я скажу, что это не совсем сложившаяся расстройка, потому что вы на фотографиях видели уже существующие дома, но вместе сестер, это строящийся, сегодня еще строящийся периферийный жилой район Лилицовский, западная конечность Ростова, но тем не менее, конечно, застройка достаточно близко, но профили поперечные, там в общем-то магистрали стандартные 40-50-метровые, поэтому здесь в целом по ширине там все запомнило, а непосредственно конструктивные решения, но я не знаю, есть ли смысл контракта их осуществить, по подвижному составу, по путям. Я могу только сказать по поводу обособления, там где-то технически возможно, конечно, будет обособлен путь, мы смотрим на Коллег, мы смотрим на Краснодар, прекрасная реализованная трамвайная система, и где будет возможность, обязательно будем обособлять трамвайный путь. А на Таганрог? На Таганрог, безусловно, но Таганрог это не город в миллионье, там в этой особенности шикарная трамвайная система, наши коллеги из Таганрога реализовали уже проект, называется проект были там, смотрели, ездили, и вы тоже, по-моему, вчера посещали этот урок, может быть. Нет, мы тогда поедем в субботу, обязательно воспользуемся вашим трамвайным. Обязательно. Михаил, пожалуйста, Добрый вечер, Михаил Кругликов, губанист, эксперт, журналист. В первую очередь хочу сказать спасибо за проект «Ростовский Таганрог». Вопросы такие, какие сейчас сроки реализации этапа 1.1 до улицы Малиновского также была информация, что модернизированный трамвай будет работать в рамках нынешнего мута 1.2 вагона. Какая актуальна информация на этот счет и сохранится ли нынешняя линия с достаточно большим перепадом сот через один городок? То есть в проекте она есть, но, опять же, были слухи, что ее можно оттуда исключить. Опять же, какие актуальные данные на текущий момент? Владимир, сразу вам скажу, пока конкретику давать не могу. У нас сейчас два подэтапа, о которых я говорила, 1.1.1. То, что строим и то, что сейчас будет заходить в госэкспертизу, это линия от Малиновского до Мичулина. Что касается сроков по этапу 1.1.1. Линия организовки, не позднее четвертого квартала он будет закончен. И, дай бог, мы получим положительное заключение госэкспертизы, начнем строить подэтап 1.1.2 Малиновского Мичулина. А что касается вагонов, там, Андрею Николаевичу, он нас засед из подвижного состава рекомментирует. По поводу подвижного состава небольшая преамбула. Вы, наверное, как в факультуре вы сказали, знаете, что любая техника, которая стоит и ждет своей участи, намного быстрее уходит из строя и расходует намного больше средств, чем техника, которая эксплуатируется. На ваш вопрос в итоге отвечу так. На сегодняшний день прорабатывается такая возможность для эксплуатации и обсуждается на целом. Но конкретных решений пока еще не какие-то. Это все, что я могу сказать по поводу вашей семьи. что вы не скажете. Сейчас. Неоднократно было сказано, что Ростов автомобильный город, и мы прекрасно перемещались два дня по Ростову не только на машине Сергея Ильича но и пешком. Пригласно это почувствовали. Ростов находится где-то, условно говоря, на стадии Москвы конца 90-х годов. Да? Почему я решил, что на трамвай кто-то будет ездить? начнем так, что трамвай, по сути своей, это магистральный транспорт, перевозящий колоссальный транспорт. я с этого начинаю. Плюс концепции, мы его строим именно как максимально обособленный от автомобильного движения транспорт. Тем самым мы увеличим эксплуатационную скорость. Мы быстрее будем перевозить пассажира на трамвай, чем пассажир поедет на автомобиле, то есть в своем личном непонятном где пошлость. Это одна из концепций почему, ну не почему, зачем все строится именно в таком виде. Мы привлечем пассажиров за счет того, что намного быстрее, комфортнее, безопаснее его довезем. Это не работает. До точки. Быстрее это не работает. Можно по-моему, отзывательный сказать? Комфортнее в машине комфортнее безусловно ехать на несколько порядков. Так что пока ответ неудовательный. Я не готов пройти еду везти на трамвай. как пользователь, сейчас трамваи немножко отличаются от автобусов, маршрутов. И именно трамваи, вот они заходят в те улицы, по которым уходит даже самая любимая тройка, которая по Садово идет. Ну то есть мне, как пользователю, удобнее в какие-то точки добираться именно на трамвае. Я из Азова. Мы приезжаем на вокзал, а там ходит трамвай. То есть я из Азово, где есть один автобус. Хорошо. Один автобус. Я из города Наневерин, скажем так. Приехал сюда конкретно заниматься данным проектом. Могу сказать так. В начале двухтысячных годов трамвай в Санкт-Петербурге тоже предпринимал, так скажем, некий упадок. Закрывались маршруты, терялась концепция столицы трамвайной, мировой столицы. трамвайной. Но постепенно работа в направлении именно ускорения перевозок, улучшения качества подвижного состава привела к тому, что на сегодняшний день Санкт-Петербург уже заявил, что будет удваивать количество трамвайных путей. Проводится массовая реформа по смене подвижного состава, существующего на достаточно интересный и очень комфортальный И третье. Рано или поздно в Ростов тоже придут нормально, по-человечески придут те самые платные парковки в центре. И вот когда вы не сможете уже с этой машины подпарковать, тогда вы пересядете на общественный транспорт. А пересядете на какой? На тот, который комфортнее, удобнее и быстрее. А быстрее это обособление трамвайной. А можно я еще добавлю, как мама букетки в трамвай не укачивает? Как плюс. на самом деле вы в конце попытались обрисеться на моем вопросе? У меня ребенка укачивает, ты в машине на моем положении. Я можно засенаровать. Готовы ли вы на такие же жестокие меры? Как в Москве Собянин? Как в Москве Собянин. То есть эти меры принимать не вам. И я вижу сейчас, что город Ростов к жестоким мэрам не готов. В принципе никто, да? Ни власть, ни... Ну скажем так, Собянин может позволить издеваться над москвичами, потому что москвич встанет и уедет. Я человек, родившийся в Москве, я 53 года прожил в Москве, я встал и уехал, я сейчас живу в деревне. Условно говоря, да? В Москву приедет 10 миллионов человек со всей страны, потому что меня сейчас из Москвы выгнали. Я приезжаю в Москве, в Москву я за два дня получаю три штрафа, мне в Москву больше не хочется. Да, в Москве сегодня издеваются над автомобилистами, и поэтому, да, мы стараемся ездить на готов ли Ростов к тому, что эта история либо очень жесткая, жестокая для людей, либо эта история очень длительная, да? Вот, ваш ребенок и ваш ребенок, они, наверное, не захотят покупать машину, но это произойдет через 25 лет, и тогда начнется окупаемость этого трамвая. А в ближайшие 10 лет придется либо терпеть, либо делать, ну, условно говоря, если вы были в Польше, да, что делает Польша, чтобы поддержать там там дикое количество, то есть они вот идут, как в Гонконге сейчас трамвай, там ездят польские поезда в аэропорт Варшавы, пустые пятивагонные поезда, там едет 10-20 человек, это стоит копейки, гораздо дешевле, то есть на порядок дешевле, чем, то есть там такой демпинг идет, в том числе, чтобы пересадить людей на трамвай, он еще и не просто комфортнее, он денег не стоит, вдруг, специально, чтобы люди привыкли, то есть я к тому, что вот меры для изменения потребуются очень серьезные и не всегда по-доброму реализуемые. Вы же понимаете, что это синергия работы города и консессионера в таком случае, и вы, задавая вопрос сейчас, не, вы озвучили его в том числе и город. конечно, конечно, не можем здесь отключиться. Мы сейчас с удовольствием задали вопрос жестокому мэру, говорит Александр Владимирович, но я понимаю, что все-таки жестокие меры имеют, да? Жестокие меры, да? должен быть мэр, который его люди потом выгонят и которому следующее поколение скажет спасибо. Просто вот для примера, поймите, вот здесь мы собрались, но, кстати, градостроителей, урбанистов, ну, наверное, 80% полностью разделяют идею о том, что общественный транспорт это хорошо, автомобиль лично это плохо. Но нам же надо будет в этом убедить все, городское сообщество. Для примера, вы сейчас работаете в Левенцовке, где низкий трафик, где там еще полностью незаселенные, домашины, стоят целые кварталы, и вам это не составляет труда, ну, по большому счету, да? Вот, представьте, доведете вылить до Мичуринской, а дальше что? Ведь особенность ростовского трамвая в 90-е нуля-е годы, что случилось? Порезали трамвайные петли на магистральное направление на Гиппино, Стайчики и там дальше на Сенваж. Вот, и для того, чтобы сейчас создать полноценно работающую сеть общественного транспорта, вам это надо не только восстановить, но их заняли какие-то новые направления. Вот, для того, чтобы, дойдя до Мичуринской, что дальше? Один вариант идти по стачкам, он у вас так и нарисован. Ну, здесь вот схема, но понятно, что это имеет в виду поискет стачки. И что? И как? Вы же понимаете, что для того, чтобы прийти туда, нужно, во-первых, нужно вам убедить автомобилистов, которые ежедневно пользуются этим маршрутом, потому что после того, как вы перекопаете там минимум две полосы, а на самом деле больше, что вам нужно в простой площадке еще, вас будут напоминать добрым словом очень, ну, каждое утро и очень долго. и вот чтобы это все убедить людей, что это будет хорошо, нужна какая-то работа и с людьми, и с общественным людьми, возможно, с превращением на свою сторону очень большого количества людей, потому что тот ропор, который Ростове может еще помнить, 90-е годы, когда год была перекопанная, большая, садовая, до сих пор, 20 лет прошло, до сих пор до сих пор до сих пор достаточно помнить. И в итоге, да, потом это могут выливаться на каких-то кадровых изменениях, но это уже история. Но и вот как здесь, если интересно, решение уже не чисто техническое, оно не чисто организационное, а какое-то общественное, какое-то социальное, потому что нужно вложить людям в голову то, что трава и нехорошо. И действительно, когда я еду на машине, я еду от двери до двери совершенно правду выговоря о том, что это не будет работать, это не будет работать до тех пор, пока не появятся плотные парковки. Потому что сегодня мы выезжаем в центр города, мы надеемся, что мы машину все-таки припаркуем. Если мы будем точно знать, что мы припаркуем только за деньги и за хорошие деньги, мы тогда не будем пользоваться машинами. Вот. Какие-то движения в этом направлении они в армии делаются или как вы эту проблему видите для себя. Это больше с тем взаимодействие с городским сообществом, а не какие-то инженерные и технические решения. Так, начну. Никакон. Я тогда начну, что наш проект это не займемся проектом, у которого есть свой, 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 внутренний секретарь, который как раз как у нас работает с общественностью, работает с, например, наше сегодняшнее участие здесь это сугубо ее заслуга. И спасибо большое тоже. Мы только в начале пути. ростовчан очень интересуют и чтобы ее подняли и профессиональное сообщество запустили в дискуссию. Сергей Юрьевич, спасибо вам. Да, мы только в начале пути, поэтому работа только начинает устраиваться и как только мы сами будем обладать информацией, сразу поделимся и с вами, и с профессиональным сообществом, расскажем, покажем. Но пока есть информация только по первым и двух подэтапам, о которых я уже сказала. Когда дойдем до площади Вичурина, надеюсь, у меня уже будут данные по тем трассировкам, по тем техническим решениям, которые будут применяться на проспекте стачки. Очень вам не только стачки, но и в Ворошиловске, и на гиме на все эти магистральные наши люди. Спасибо большое. Ну и я, может, не снимался на переставле с того времени. Да. Спасибо. У нас работает, снимает каждый сервис. Спасибо. Ответ для жителей Омска за чьи деньги трамвай. Значит, трамвай будет за государственные деньги 17 миллиардов. Это субсидия нашей области. Да, да, да. 17 миллиардов дает государство, губернатор Ростовской области, а он их дал сценарию, вот на первый этап они уже делают. 44 миллиарда это заемные средства и собственные средства сценария. В сумме 61 миллиард на весь проект. при этом возвращать эти деньги будет 99% области 1% город. И там такой график платежей, это как банковский платеж, известно, сколько там, 4,58 миллиарда каждый год будет платить область. И так будет с 28 года. Город заплатит деньги консессионеру, консессионер заплатит банку. То есть по сути мы взяли трамвай в ипотеку, мы его взяли в длинную такую рассрочку, вот эти 42 миллиарда с переплатой по процентам превратятся в 75 миллиардов, но этот процент маленький, всего 5% годовых. Ну то есть как ипотека, ничего страшного. Тут особенность другая, как будет окупаться трамвай. В соглашении сказано, что если не будет трамвай зарабатывать минимально гарантированный доход, город, не область, город, будет платить этот минимально гарантированный доход. В нашем случае это, ну там сумма называется 32 миллиарда за весь проект, я так поделил, так грубо, 1,6 миллиарда в год в ценах 2023 года. То есть 1,6 миллиарда в год в ценах 2023 года трамвай должен зарабатывать на билетах, иначе будет платить город. Эта сумма будет увеличиваться каждый год на индекс потребительских цен, то есть она будет расти. То есть вот этот вот первый платеж, который за трамвай, он не будет расти, вот как сказали 42 миллиарда, так и 42, 44, а вот этот платеж минимально гарантированный доход, он будет расти, поэтому я уверен, что никто не будет параллельно трамваю пускать маршрутки, никто не будет машины пускать по трамвайным путям, иначе город будет платить минимально гарантированный доход. У меня есть другой вопрос, вот у нас сказано, что количество трамваев 30 штук маленьких по 160 пассажиров, и сколько там больших? А тросекционных, 76 трехсекционных, и 76 трехсекционных, а я так посчитал, и мне показалось это очень мало, это где-то 25 тысяч человек вместе, если сложить всех, то есть ну 260, ну может 30 тысяч приблизительно, я говорю, значит смотрите, если я загружаю всех людей в трамвай, вот всех, максимально, и при этом я понимаю, что мне надо, вот половина едет в центр, из западного, из северного, а половина трамваев едет в обратную сторону куда-то, то есть у меня загрузка едет наполовину, у меня где-то получается 12,5-15 тысяч в час пассажиропоток и закраем в центр, максимально сколько можете вот вы взять, и мне кажется это мало, ну то есть если взять северный плюс западный плюс Левенцовку плюс Суворовский все дружно сели и поехали, понимаете, хватит ли в час пик утром, да, а вечером назад, вот, у меня вопрос, хватит ли нам подвижного состава, есть ли дополнительное место в депо для, может быть, дополнительных трамваях. Начнем со второй части вопросы по поводу места дополнительного депо, да, проектировалось с учетом того, чтобы провести весь запланированный подвижный состав и плюс на всякий случай небольшой запас, ну, всякое, бывает, вот, по поводу пропускной способности, вообще, по поводу переброски пассажиров, Симметра разрабатывала на счет, и вся модель, модель трамвайной сети, количество подвижного состава, типа подвижного состава, соответственно, выбран не просто так, исходя из этого расчета, транспортная работа строится так, что мы, мы перевезем пассажиров по те плановые расчеты, по расчетным количествам, которые были предоставлены институтом проектов. Что еще мы хотим? Хватит ли места на дополнительные трамвали? Я вам ответил вначале, что на Деполе-Венцовское, например, сейчас планируется ВЕА на 106 плюс 3 единицы подвижного состава. К примеру. Поэтому, да, точно хватит. А по нашим расчетам мы вывозим все. Лучший враг хорошего, поэтому давайте начнем сначала, хотя бы начали с расчетов. Ну, то есть, цифру количества подвижного состава вам выдало семья, так же, в их расчете? Нет, не совсем. Количество подвижного состава, да, ну, да, в том числе способность, да, да, способность, проводная способность, ну, и сама транспортная работа, предварительная транспортная работа, и сходя и за счетом. Да, поэтому мы вывезем. А вот еще такой вопрос, глядя на эту схему, которая сейчас на экране, насколько вообще целесообразно размещение депо в самом-самом дальнем углу сети, я понимаю, что сегодня надо начинать с него, но здесь вопросов нет. А на перспективу планируете ли вы в других частях сети строительство депо? Ну, у нас запланировано два депо, это, собственно, орбитальная, все. Орбитальная, а аэропорт в районе метро будет? Нет, метро будет. Но орбитальная, насколько я знаю, там места нет, там надо изымать землю. Не отвечу. Да. Ну, просто немножко странная ситуация, это опять же в одном с ним а к тому самому городскому транспортному планированию, которого построено, в мой взгляд, просто не существует, это странно строить депо на землях, которые там изымают, в то время, как есть возможность, его построить на землях, которые находятся сегодня уже в государственной собственности, то есть бывшую аэропорту. Ну, у нас застройщик аэропорта был, но, наверное, на этот счет другое мнение, жаль, мы его не спросили. Вот, но на этом, наверное, я еще на реплику попробую. Давайте так, Михаил, реплика и Александр Геонидович. Ну, там было зарезервировано еще один план, сначала должны были строить роллейбусный депот, то есть там есть участок, который прямо зарезервирован, удобно. Ну, он маленький. Значит, я еще понял. Ну, есть у маленького сайта. Я понял. Синара из Екатеринбурга, на самом деле, да, она всегда в Екатеринбурге в стратегии развития города записана напрямую транзит объема и девелопмент, повышение плотности застройки вдоль трамвенных линий. Какие-то подобные идеи в Ростове вообще обсуждаются именно в плане повышения потока, да, то есть ведь вам надо не просто запретить автомобиль, а запретить автомобиль, ну, в смысле, усложнить парковку, а усложнить парковку именно в том месте, где ездит трамвай, да, соответственно, вам нужно вдоль трамвая, к трамвайным остановкам сделать, чтобы людям было, чтобы они жили и работали там, где трамвайная остановка. Вот вообще на эту тему есть ли какие-то дискуссии, да, потому что мы видим, что Ростов растет вверх, растет вверх достаточно фрагментарно, да, не стоит ли перейти и сказать, вот, ребята, вот у нас появляется каркас высотного строительства, то, что делает Екатеринбургия, вот эту вот историю продолжать это, собственно, обеспечит вам пассажир. Тут тоже мы вернулись к вопросу совместной работы, диалог администрации есть, будем работать в этом направлении. И что добавить Екатеринбургия? И тут Артемий тоже частично отвечал вопрос про, вот, ну, что нас знают все суммы, все выплаты, про то, как город будет потом выплачивать нам, как называется, минимальный гарантированный доход. Поэтому при совместной работе с администрацией города, я думаю, мы реализуем этот проект. Хорошо, спасибо большое, но я думаю, все-таки последний вопрос пульческий не относился к городу, городскому сообществу, администрации. Да, не бывает исключительно транспортного планирования, да, не бывает его в скатину. соответственно. Конечно, спасибо большое всем участникам, огромное спасибо, пожелаем успеха ростовскому трамваю, и, на что, сколько мы сегодня потратили на обсуждение и на разговор, лишний раз подтверждает стартовую известную истину о том, что любого градостроения, любого бомбиста на слово трамвай как раз срабатывает какой-то рефлекс, он начинает сразу из себя истаргать всевозможные положительные эмоции, равно как вообще любой электрический и электрически чистый транспорт. Ну, а сейчас мне бы хотелось еще перейти к одной теме, которую я специально оставил на конец нашей дискуссии и предполагаю, что она вызовет наибольший интерес сегодня в ростовской тематике, это то, что касается исторического наследия. Мне бы хотелось, чтобы мы поговорили не только про само наследие, а про то, каким образом сегодня в нашем городе выстроена работа по его охране, по его, скажем так, по выявлению защиты, по работе общественных организаций, связанных с этим. Мы всегда исходили из того, что лицо города определяет взаимодействие трех центров тяжести. Это власть, бизнес и городское сообщество. И в идеальной модели, это все усилия этих трех центров, они равноместны, и они направлены на создание некого идеального города. Но, как известно, идеальные города не были только мастеров возрождения, которые рисовали красивые картинки, а в реальности это вряд ли существует. И мы имеем дело так или иначе с какими-то противоречиями в этих связках. И мне бы как раз хотелось на примере вопросов, относящихся к архитектурному наследию нашего города, обсудить то, что связано с взаимодействием с городскими властями, с городским сообществом. Хотелось бы дать слово Александру Ломтеву, Александр-архитектор, член соединения с архитектором, и занимаемся в общем-то всю свою профессиональную создательную жизнь с вопросами исторического наследия, охраны, реставрации и всего, что с этим связано. Александр, пожалуйста. Добрый вечер. Всем спасибо, что вы дождались. Сколько у меня время? Двух, и 2 минут 10. Постараюсь. Постараюсь коротко. Вчера были на экскурсии все, и мы посмотрели, что успели. Немножко расскажу о том, сколько у нас исторической застройки, какая она на слайдах. У нас, собственно, наш Ростов входит в пятерку городов с на поле сохранившейся исторической застройкой до 1920 года. Можно следующий слайд. Дальше, что еще примечательно, количество жилых многоквартирных домов по крупным городам России, обратите внимание, с годом постройки до 1920 года. Посмотрите, на каком месте стоит Ростов. Это жилые многоквартирные дома. Что из этого следует? Из этого следуют большие проблемы юридические с этими домами, когда мы приходим к вопросу о их приспособлении к современному использованию. Как только у нас дом аварийный в статусе жилого многоквартирного дома и есть желание отдать инвестору, появляется нерешенная до сих пор проблема юридическая, как из жилого многоквартирного дома сделать объект с другой функцией. Сколько, я думаю, лет, лет пять, наверное, этот вопрос поднимается и пока он не решен. Можно следующий следует? Если говорить об объектах культурного наследия, это именно поставленные в реестр 490, но сейчас уже чуть-чуть больше, потому что все время обновляется информация 490 объектов культурного наследия и постоянно идет процесс выявления, то есть городозащитники постоянно подают заявление о том, чтобы новые дома, новые здания признавали выявленные объектами культурного наследия. К сожалению, это единственный способ предотвратить сейчас эти здания сноса, можно сноса? Если чуть-чуть подробнее, у нас несколько месяцев назад информация 368 ОКН внесенных в реестр, 122 здания это выявлено ОКН, также у нас есть с введением согласования проекта объединенной зоны охраны, у нас появились такие здания, которые называются ценные объекты историко-городоставительной среды. Их 671, 44 здания из них аварийные. В чем нюанс? Если до введения и согласования проекта объединенной зоны охраны существовал термин ИЦКФО, исторические ценные градоформирующие объекты, который был закоплен в ПЗ-73, как здания, которые попадают в охранную зону объекта культурного наследия и защищены от сноса. В этом проекте объединенной зоны охраны убрали эту формулировку, придумали местную формулировку оценные объекты историко-городоставительной среды. Их стало больше, потому что до этого предполагалось, что их было 200, но они были защищены от сноса, попадали в охранные зоны локальные. Сейчас их 671, но их нельзя сносить, только если они в идеальном состоянии. То есть как только они становятся аварийными, есть такая формулировка, что разрешен снос последующего создания. И, собственно, ценное в этих объектах остается только фасад. Фасад и габариты по высоте. Сейчас уже готовятся первые сносы. Вопрос с тем, кто должен обмерять, сделать проект по сносу, демонтажу и воссозданию, повисит. Потому что это отдельная работа, которая должна оплачиваться, и ну, как бы большой процент аварийных зданий вообще, ну, кто вчера успел немножко походить, увидели, да, то есть и процедура признания аварийными непрозрачная. сейчас идут суды, а люди некоторые не согласны с экспертизами, которые проходят, и некоторые объекты уже, которые вот были признаны ценными объектами, среди среди аварийные, они уже идут под снос. К сожалению, это то, что я прогнозировал, что это будет происходить, в каком виде их восстановят. У меня пессимистичные прогнозы, потому что я не видел ни одного громадного воссоздания пока еще в Ростове. Давайте следующий слайд. Это просто, чтобы мы поняли о том, где Ростов в контексте всего мира находится. Да, у нас в Ростовской области 10 тысяч объектов культуры наследия. Это если взять Ростовскую область, обратите внимание, у нас Лондон, Москва, и мы бы вот чуть-чуть расстали между Лондоном и Москвой, если бы мы именно соревновались как Ростовская область. Действительно, у нас есть что показать. Потенциал огромный как области, так и города. Не учитывать это при развитии города. Я думаю, что это очень странная позиция. Мы не можем рассматривать город в вакууме. То есть у нас есть богатая история, и я убежден, что это направление именно объекты культуры наследия, туристическая привлекательность это то, что тоже дает импульс городу. И это не обуза, это возможности для развития города. То есть часто сегодня говорили о развитии. Для меня всегда вопрос, когда говорят комплексное развитие территории, у меня из этих трех слов понятно только третье. Это территория. первые два очень вольные всегда формулировки, все понимают по-разному развитию, и от города к городу формулировку о том, что такое развитие, нужно менять, в зависимости от того, что у него есть. Это уже про мастер-план. Чуть дальше. Это коротко о том, как у нас происходит реставрация исторической застройки. Слева до, справа после. и следующий слайд. Это чуть крупнее. Тут насвечено, но суть понятна. То есть элементы кирпичные заштукатурили, упростили, растекловку заменили. Ну, в общем-то, все налицо. Идем дальше. Это проект объединенной зоны охраны на момент сегодняшнего дня, который действует. Коротко могу сказать, что к сожалению из этого проекта на финальном этапе пропали 60 кварталов исторической Нахичеване, это справа внизу. Также странным образом разрешили застраивать на береговой, прямо напротив объекта культурного следия Парамоновские склады, разрешили застраивать парк революции, парк черевички на здания высотой 10 метров, капитальные, с формулировкой «Если объекты не нарушают восприятие объектов культуры наследия». То есть, если эти здания, они нарушают восприятие объектов культуры наследия. Мои замечания неоднократные письменные о том, что в этой формулировке пропущено слово «визуальное восприятие», и что в данной формулировке она абсолютно нерабочая и никаких критериев о том, как измерять, нарушает какое-либо восприятие, осязательное, обонятельное, или другое, невозможно, ответов я не получил. Идем дальше. Смотрите, это как было, когда этот проект поступил на корректировку, и сейчас дальше. А это как стало. Еще раз было, стало. Обратите внимание, что его порезали. А причин, почему из границ убрали территории, до сих пор не назвал никто, несмотря на то, что я неократно письменно обращался. Идем дальше. Это мы посмотрим на Накичевань с разницей проект, который представляли апрель, май, ноябрь. Обратите внимание, что происходило с регламентами для исторической застройки, которая, как вы понимаете, за полгода не выросла. То есть историческая застройка не росла. Но регламенты для зон регулирования застройки почему-то начали у нас расти. 18, 24, потом появилось еще 30, а потом на финальном этапе вообще час кварталов исчезли. Ответов я тоже не получил. Историческая застройка стоит на месте, а регламенты растут и с каждым месяцем увеличиваются. Идем дальше. Ну, это чуть ближе, то же самое. 60 кварталов вы видите, да, зрительно, что произошло. Картина маслом. Это то самое место напротив Парамоновских складов, объект культурного наследия, и наша прогулочная набережная. Тут немножко засвечено, но это баржа плывет по дону. Соответственно, что там можно поставить 10-метровое, чтобы не нарушало восприятие Парамоновских складов, я не знаю. Любой объект, который там будет стоять, он будет так или иначе мешать человеку, который хочет посмотреть на объект культуры наследия, когда, я надеюсь, его восстановят, и не только. И сейчас тоже. Идем дальше. Ну, это с другой стороны. Собственно, вот мы с вами тут гуляем, вот там где-то скоро появятся 10-метровые ларечки. Идем дальше. Ну, это я, чтобы не быть голословным, вам подчеркнул, чтобы вы не думали, что я тут что-то прибавляю. То есть, эти все формулировки внесены реально, и это не смешно, это реально. Прокурор определит вам. А именно это сейчас работа идет, да, то есть, по всем фактам вот таких формулировок, да, прокуратура города, области, генеральная, это все, да, идем дальше. Это тот участок, который тоже исчез странным образом с самого начала Садовой. Чтобы вы понимали, это вот железнодорожный вокзал, пригородный, и первое же здание практически на Садовой, участок слева, то есть, вы, если будете... Да, да, да. Соответственно, вы как бы стоите в створе нашей улицы исторической и наблюдаете там вдалеке объекты Куртного наследия, и что здесь появится, это уже будет относиться только к регламентам КЗЗ. По большому причине можно одна ремарка в это место. Долгое время начинается с местом выхода... Местом выхода на поверхность линии метрополитена. И именно по этой причине его не застраивали. Но когда мы отказались от метрополитена в пользу замечательного трамвая, и слева от вокзала появилась стенка, сегодня там жилой комплекс, и вот это место будет застраиваться. Что лишний раз подтверждает, что метрополитена в Ростове не будет никогда. Потому что найти более удачную трассу очень сложно. Извините, Александр Ильич, не... так что ждем появления какой-нибудь тридцатиэтажной свечечки. Так, идем дальше. Также, что еще произошло, это вот, чтобы видели, как выглядят кварталы, которые выбросили из проекта. То есть, это не просто какие-то дома, скажем так, которые даже на вид не имеют ценности. то есть, это характерная застройка на Хичеване в год, вы даже видите, да, то есть, эти кварталы просто, ну, подвергли, скажем так, неминуемые в будущем эти территории будут постепенно выкупать и потом участками целыми, кварталами переводить в застройку высотную. К сожалению, вот так будет. Идем дальше. Да-да-да. Ну, это просто для сравнения, какие рекламенты тоже предложили. То есть, часть рекламентов совершенно не соответствует застройке, которая там существует. То есть, то, что в замечаниях мы писали, что данные рекламенты провоцируют доминантную застройку. и не соответствуют существующим объектам культурного следия. К сожалению, тоже это не было услышано. Да, то, что я сказал, ценные объекты историко-растительной следы можно сносить. И первое, вот, на подходе. Скоро это начнут сносить, что на их месте появится большой вопрос. Идем дальше. Это, чтобы вы поняли, где что может возникнуть. Слева это областная администрация, чуть дальше там, контора Госбанка, и вот, 7-8 этажей на месте одноэтажных домов, которые, часть из них не имеют никакого статуса. Это сзади областной областной областной, да? Да, да. Это параллельно сзади, да? Это перпендикулярно. То есть, вот так идет садовая, вот, а это к полу, а это мы в Соколово ставим. Соколово и в Соколово. Да, это Соколово, да. не совершенно непонятно, почему тысячи с лишним зданий, которые мы отправляли с представителями разных общественных организаций, не включены, не получили никакого статуса. То есть, внимание, больше тысячи. Вот. Тысячи объектов, вот они все разной там сохранности, разного масштаба, но тем не менее их просто не включили. Идем дальше. У нас в городе работает, работала комиссия по сохранению исторического облика при администрации. Я в этой комиссии тоже состою. Мы, ну, где-то, наверное, полгода собирались и довольно много зданий рекомендовали к сохранению. Это здание уже у которого снесли второй этаж и кровлю в стиле модерн, который, ну, не так часто в Ростове встречается. К сожалению, несмотря на наши рекомендации, этот дом и другие дома снесли, не дожидаясь проекта объединенной зоны охраны. Несмотря на наши письма, комиссия носит рекомендательный характер и поменять рекомендательный характер для этой комиссии политической воли нет ни у кого. вот они основные причины, почему так происходит, если мы говорим об исторической застройке. Недостаточный мониторинг, что я хочу сказать тоже, чтобы мы понимали, у нас функции мониторинга сейчас принадлежат комитету по охране по федеральному закону 73-м, функция государственной охраны. но по факту чаще жители просто сами начинают бить в колокола, присылать фотографии общественной организации и говорить помогите, помогите. чаще всего здания уже сносят и комитет по охране просто потом дает предписание и маленький штраф. Дальше, ну все видно, недостаток финансирования, несовершенство законодательства, которое позволяет всему это происходить. Малая гражданская активность, ну что я могу сказать, люди часто просто разочаровываются в том, что что-либо может помочь, то есть выученная беспомощь это называется, то есть сто раз пробовал, сто первых уже не будут, но я все-таки верю, что надо и сто первый раз попробовать и найти единомышленников и тогда все можно сделать, не сдавать. Коррупционные схемы связаны с получением разрешений, да, это то, что видно, что это происходит, а пассивная позиция органов охраны, они просто не успевают за вандализмом, который происходит, капремонты, капремонты отдельные, боль Ростова-на-Дону, просто мы не успеваем даже реагировать, когда видим, как происходит капитальный ремонт каком-то здании, а уже там все виды работ согласованы и даже поменяют что-то местами, уже это огромная проблема. То есть делают эти капремонты люди, то есть фирмы, у которых только номинальная есть некая лицензия, и просто убивают в итоге исторические здания. Так, что-то еще? Это не, правильно, правильно. Это раз уж мы смотрели там про речной фасад, это то, из-за чего у нас происходит хаотическая застройка речного фасада. Это термины, которые создают правовую неопределенность. То есть у нас прописано, что у нас разрешено размещение доминантных объектов, при том, что есть ограничения в 20 метров. у нас допускается это размещение в рамках обогащения силуэта речного фасада. Чем обогащается, как речной фасад, нигде не прописано. Также при условии формирования единого архитектурно-художественного образа восприятие из ближних дальних рядовых точек. Они нигде не зафиксированы. В соответствии с утвержденной расставительной концепцией развития зоны композиционно-регулировочного фасада ее нет. Дальше принцип постепенного понижения этажности не прописан вообще. Застройщик делает одну ступенечку в 3 метра и говорит а у нас же уступ. Это же постепенное принцип соблюден. Дальше что такое прозор? Ориентирование объектов капитального строительства узкой частью критик дом в целях создания прозора в застройке панорамы. Что такое прозор? Это 2 сантиметра или 20 метров и какая связь между корпусом здания тоже этого нет. Поэтому это то, что построено благодаря этому ПЗЗ. Обратите внимание, вы видите прозор? прозор? А он есть. А он есть. А он есть. Следующий слайд. Уже это здание есть отдельные ролики на этом. Смотритесь, это прозор. А вот это узкая часть. Он повернут узкой частью к реке дом. Понимаете? То есть буквально просто все памяти нашему ПЗЗ. Это боль располагана дону. И, к сожалению, замечания, которые были отправлены, где были перечислены все вот эти термины с правовой неопределенностью, когда на публичных слушаниях, когда добавляли новые территории солнечного фасада, полностью их проигнорированы. То есть все было перечислено, было перечислено, что у нас есть требования к законодателю, чтобы мы имели документ, который ясно трактуется и однозначно. Мне в ответе собственно написали, что это эти замечания как я забыл, как пишут. Нет, нецелесообразно. да, внести. Собственно, сейчас будет вопрос с прокуратурой города, области, я думаю, что должна у нас поджиставать все-таки справедливость, здравый смысл, потому что мы сейчас уже видим часть зданий, которые получают разрешение прямо на набережной. 16 этажей гостиницы вот сейчас нам выдали. Мы увидели, что выдан на разрешение строится. То есть это все благодаря тому, что видимо просто невыгодно вносить уточняющие и вносящие ясность формулировки, чтобы иметь четкие потом критерии, чтобы можно было спарить. Поэтому мы получаем, к сожалению, вот такой речной фасад. И пока прогнозы пессимистичны по поводу будущего нашего речного фасада. Спасибо. Спасибо большое. Александр, будут какие-то вопросы? изменить, что получилось пессимистично, но получилось как есть. Это больно. Во-первых, это больно. это больно. Спасибо. Спасибо. фасад и я и горлес надзор где-то там да это немножко сглаживает вот в этот весь пестимистичный наверное ну каких-то успехов да и первый раз я встретился с историей когда горожане более-менее успешно пытается работать с историческим наследием это самая да скажи когда население начинает ну звук девич да тут же фест вот и второе это в самаре люди из примера когда выкупают подобные дома многоквартирные расселяют с трудом одну-две семьи и приспосабливают эти дома потому что они небольшие по площади на самом деле да они становятся частными либо они могут теоретически ну дальше да сложности можно сделать арендными домами и так далее и так далее и так далее да можно там размещать ну вот вообще как население относится к этому потому что мне кажется что основная проблема в том что ну подавляющее большинство населения считают что это все рухли в котором надо снести по поводу выкупа у нас программы которые везде во многих городах работают скажем дом за рубль или там рубль за метр они не работают по причинам которые от нас не зависят обсуждается это уже несколько лет и до сих пор нет ни одного примера когда вы по этой программе дом за рубль что-либо отсутствие юридической подготовленной базы для того чтобы отдать это в частные руки и это не двигается у нас нет нет ни одного еще примера перешел в частные руки и это пока нет вот это как есть к сожалению вот и по поводу того как люди относятся к тому что происходит ну скажем я опрашивал людей на улице вот начальство что сказали если эти дома будут в этом же состоянии с пожарами бомжами то мы не хотим иметь такое соседство пусть лучше будет новое но если они будут восстановлены с другой функции то конечно это лучше чем новое здание без истории поэтому этот вопрос как бы он из разных частей состоит потому что люди видят то что сейчас и не то что сейчас не нравится я не знаю ни одного человека из моего окружения которым бы нравился же к державе нету таких но там квартиры же раскупаются поэтому здесь настолько сложный вопрос который мы поднимали до этого о том что есть план о сдаче жилья и никто не прописывает какого это жилье и кроме того у нас на том что я говорил у нас город не в вакууме то есть мы по исторической застройке до 1920 года вы видели на третьем месте стоять в стране и в мире мы тоже не на последнем месте если говорить о ростовской области как это можно игнорировать планы по развитию мне сложно понять но я точно знаю что развитие исторического центра должно опираться на объекты культуры наследия и проект зон охран должен был во главе угла ставить объекты культуры наследия его их восприятие с разных видовых точек в итоге практически все видовые точки нарушены сделаны так что на этих участках рядом могут появиться доминантные объекты которые не полностью ну скажем так уничтожат эти все видовые точки хотя все параметры о том как должны разрабатываться проект зон охран они четко ясно подписаны спасибо большое можно еще один один вопрос нет нет мы не историческое поселение почему мы не историческое поселение но мы не те кто принимал решение в ростовской области есть три исторических поселений на троговоров азов и столица старо-черкасской региональных технических поселений регионального уровня у нас нет закон соответствующий региональный нет ответственно вопрос у нас 30 марта было послание президента федерального собрания где он поручил ослабить законодательство аграрное для объектов культурного наследия вот как на ваш взгляд сегодняшний достаточно жестко за это на качество оно придется очень пользу либо наоборот создают такие условия когда объекты начали больше только приходить в год и срушится потому что сделать что-то с ними в рамках законодательства крайне сложно и неэффективно экономически опять-таки если мы будем говорить о ростове конкретно то если ослабить все ограничения по сносу снесут все что можно поэтому у нас проблема в том что единственное что мы сейчас можем сделать это ставить как можно быстрее объекты признавать их выявлены чтобы их сохранили потому что другого способа сейчас их придать какую-то функцию нет потому что нет таких людей это первое которые могут туда финансировать второе множество препонов именно административным вот но и третье это все в рамках если о кэр это очень дорого и с нашим комитетом по охране ну скажем мягко скажу очень сложно да и мы перейдем вас еще один доклад вот у нас еще один доклад поэтому давайте время остановить здесь одно вечное о том что надо сохранять надо осуществлять право применить на практику потому что тот случай когда люди устроили у себя ремонт в квартире в украине не нарушая охрана конференции получили за этот штраф 60 тысяч на то что восстановили интерьер все сделали но он вот люди оказываются замужниками очень жестокремленные ждать им больше ничего не делать просто и идти в другое гости но у меня суждение не вопрос давайте возьмем нашим гостям возможности занимаемся такими сложными штуками как а км и все законодательство нормативно регулирующие запятительное оно находится прямо перспективно экономическим интересом и у меня есть простой тезис с которым мы работаем который приводит к тому что мы все-таки объекты культурного наследия восстанавливаем и девелопер вкладывают туда деньги когда мы точечно пытаемся сохранить объект культурного наследия ничего не получится мы должны превратить объект культурного наследия в объект недвижимости и превратить его в рыночную единицу оборота если мы ему придаем смысл экономический то туда начинают приходить деньги прямо противоположно и никакое законодательство запретительное и не запретительное нам не запрещает это сделать мы реализовали не один проект по стране в том числе с огромным количеством объектов культурного наследия в том же иркутске сделали там 130 сейчас сергей там бьется мэринг с иркутскими кварталами гораздо большая площадь там больше тысячи объектов культурного наследия деревянного зодчества и они оказываются экономически выгодным но только в том случае когда ты делаешь как среду как только ты ведешь единичный объект никому не интересно лучше жить построить там что-нибудь другое спасибо и Петр Черненко из Калининграда тоже очень интересно с точки зрения исторического наследия города и с точки зрения практики потому что у вас не народы Российской Федерации по среде золотые слова тем более в 73 фазе прямо написано где-то там в тексте что цель его сохранения объекта культурного наследия в его исторической среде вот тоже было много дискуссий мы говорили о том наша служба охраны говорила о том что нет у нас в законе такого понятия среда вот мы говорили что да в законе нет но есть ГОСТ в котором все написано что относится к среде что не относится к среде это тоже документ вот про это много можно говорить но смысл да действительно должна быть сохранена среда в противном случае всем отдельно состоящий объект и смысл для этого наверное там выделялись в свое время устанавливаясь вот эта вот цельная историческая застройка сохраненной среды неудавшейся вот у меня вопрос есть для прояснения ситуации насколько я понял у нас с той организацией которая занимается охраной культурного наследия отношения вы складываете да то есть они решают свои задачи то есть только с ними не складывается они складываются вообще с многими местными условиями которые занимаются это первый вопрос и второй значит есть разные инструменты сохраненной среды в том числе есть ну первое это конечно зона охраны да если проект зона охраны сделан так что это не учитывает вот то общественность может как-то ну и тушку как наверное да заказать экспертизу проекта зона охраны сертифицированному аспекту и смотреть что получится в результате экспертизы потому что действительно принципы установления зона охраны не расписаны все с визуальными точками и со склонами и со всеми текущими последствиями это один инструмент второй свежепоявившийся это за границами законодательства 73-го федерального закона это правило за грекозные застройки вот там сейчас были пристреблены к архитектурно-корсостроительному облику то есть на карте значит предстоятельного зонирования выделяются зоны согласованы архитектурно-корсостроительным обликом и для этих зон прописываются те параметры которые вам нужны чтобы сохранить вот эту среду средовое вот только с этой стороны нужно подключить вот эти пробки или вот я отвечу по архитектурно-корсостроительному облику в Ростове потому что в большей степени относятся к разработке ПЗЗ вот как этим профессионально постоянно занимаемся в Ростове существует то есть в Ростове принято действительно ограничение ОГО но они мною по крайней мере везде во всех выступлениях приводятся как антипример потому что они содержат в себе крайне общие формулировки я могу процитировать вам при желании может найду пришли ссылку но они содержат в себе формулировки дословно что объекты сооружаемые в исторической среде а там зона выделена действительно по местам концентрации ОКН исторической застройки и прочее эти объекты должны строиться в соответствии с композиционными архитектурно-художественными принципами которые определены исторической застройкой и прочее прочее то есть очень общие формулировки оставляющие колоссальную возможность для трактовки я поставил на фасад Балятину одну все исторические элементы свойственной исторической архитектуры есть все прошел обоих сделал фасад в исторической форме не прошел потому что мне понравилось их не соответствует я это понимаю почему я на правильный цикл курсами все это перевел по одной простой причине потому что это проходило публичным слушателем и общественным обсуждением то есть в отличие от проекта зоны охраны у общественности есть теоретическая возможность перейти на тот текст который прописан по согласованию архитектурно-художественного опыта если бы действительно такой должно быть какое-то материированное обоснование подано туда и посмотреть как власть на этот рейт я понимаю, но это все-таки теоретический конструктор практика градостроительного регулирования в Ростове она мягко говоря отличается здесь можно писать письма на 20 страницах и получить ответ нецелесообразно да, у меня вот столько ощущения, что вы думаете, что как бы это так сказать что тут все так просто решается вот мы написали и там многостраничные замечания и получаем ответ действительно там односложный и наши замечания никуда не попадали поэтому этот проект объединенной зоны охраны он шел как корректировка корректировка предыдущего который был представлен в 2019 году другой фирмой подведомственной фирме комитета по охране вот и в итоге мы с ним боролись я лично с ним боролся два года и благодаря резонансу и помощи других общественников и градозащитников удалось просто его отменить вот в итоге его подали на корректировку ну то, что откорректировали оказалось меньше по территории и ну то, что я перечислил это откорректированный проект и то, как его готовили как это все происходило тоже сейчас юридически идет вопрос вопрос о том, чтобы как вам сказать не хуже ли будет, если мы сейчас отменим этот проект объединенной зоны охраны вернется опять локальные зоны охраны и часть территории попадут под КРТ в историческом центре а для меня то, что те территории, которые выбирали я боюсь, что это плачевно закончится для исторического центра КРТ в историческом центре поэтому сейчас приходится выбирать бороться с тем не очень хорошим которое нам прилетело на которое мы не не смогли, скажем так повлиять, чтобы это было действительно хорошо для исторической стройки либо побороться и мы вернемся к ПДЗ в котором формулировки вы видели то есть вы видите формулировки ну 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 как любой человек читающий понимает, что они ничего не регулируют поэтому мы находимся в ситуации скажем так номинального присутствия неких регламентов но по факту имеем то, что вы видите так что наша страна очень большая и прежде всего отличаются люди, которые ее населяют это в коридемградии Градостроительный Совет транслируются напрямую в интернет как мне вчера Алексей рассказывал да прямо в эфире а в Ростове он не собирался с 2000 года из-за коридных ограничений до сих пор то есть я прошу прощения все устали но у нас остался один и очень интересный спикер которого мы береми на десерт тот самый конец тот самый занавес мне бы хотелось представить Елена Чернышева и это возглавляет фонд внимания который также занимается культурным населением это общероссийская организация которая работает масштабом всей страны но Елена Ростовченко очень долго работала с движением очень долго занималась и занимается до сих пор вопросом адекватной защиты и мне бы хотелось предоставить частные истории Елена пожалуйста спасибо я понимаю что все устали но я буду выставлять под руку да так получилось что я работаю в федеральном фонде это очень громко на самом деле мы маленькие но гордые я прошу прощения коллеги давайте соблюдать тишину пожалуйста да у нас маленькая команда на самом деле всего 9 человек большая часть моих коллег находится ну у нас определенная команда в основном изначально фонд начинался в Москве там у нас было руководство сейчас разные события последнего времени коллеги разъехались вот мы поддерживаем связь в онлайне в общем история такая что наш фонд занимается хранением исторического наследия и к большому сожалению наш фонд это практически уникальная история потому что мы являемся агрегатором разных заявок к нам поступают заявки на сохранение самых разных объектов вот и аналогичного года к сожалению пока у нас в России не будет вот собственно говоря у нас обширная география там написано что мы работаем в 28 регионах это правда как мы работаем к нам приходят поступают через сайт заявки мы их рассматриваем оцениваем вместе с экспертным советом открываем сбор соответственно мы пушим фондрайзинг через фондрайзинг этот сбор собираем деньги привлекаем экспертов и получается на всех этапах мы осуществляем контроль начиная от оценки сметы заканчивая там приемкой работ у подрядчика работать очень сложно скажу честно потому что это бывает да потому что работать не с кем на самом деле нет нормальных мастеров нет нормальных организаций практически с которыми можно работать поэтому собираем по крупицам покажу сейчас несколько наших проектов у нас очень разные проекты от больших масштабных до совсем небольших но мы не считаем что большой масштаб это что-то ценное значимое а маленькие объекты это не значимо для нас как бы все наследие все важно и все нужно сохранять вот это такой очень знаковый для фонда проект он длится уже несколько лет потому что тут необходима была большая сумма это довольно известный петербургский доходник он большой у него вот такие вот чудесные воздушные галереи благодаря этому он известен собственно говоря вот у нас бюджет этого проекта сейчас больше 7 миллионов эти деньги собирать непросто поэтому он разденулся на несколько лет мы занимаемся здесь получается реставрации входной двери так получилось что это типичная российская история и к сожалению типичная питерская изначально двери парадные были украдены они всплылили абсолютно случайно их продали на авида любитель ценитель стойный блогер пришел в ресторан где он увидел эти двери в качестве декора он обратился к людям которые владели этим рестораном они оказались адекватными и они просто дали двери для того чтобы их отреставрировали и вернули в парадную кроме этого мы занимаемся почему такая большая сумма потому что мы занимаемся еще и реставрацией двух парадных вот почему это делаем мы потому что по программе капитального ремонта эти работы чаще всего не включены во первых во вторых это объект культурного наследия ценник сразу увеличивается вот и момент еще такой что когда это делает капитальный ремонт то качество сразу как бы у нас резко падает и от красивой парадной остается примерно то же самое что мы можем увидеть в Крущевке вот мы занимаемся восстановлением дверей это пример Питера но мы занимаемся такими проектами по всей стране в том числе очень много объектов у нас в Краснодаре мы с Том Сойерфестом краснодарским дружбом вот вот примеры да мы не только реставрируем двери но и мы их создаем если есть архивные фотографии то есть если мы знаем как эта дверь выглядела мы воссоздаем если мы не знаем как она выглядела мы такие объекты не берем потому что мы не фантазируем мы как бы занимаемся сохранением наследия вот тоже интересный пример это сохранение участка исторического мощения это тоже большая боль исторические мощения чаще всего у нас попадают всегда под асфальт если они вдруг внезапно в процессе каких-то работ обнажаются их да и снова закатывает под асфальт потому что администрация не очень хочется морочиться у них нет никакого статуса соответственно тут целая возникает проблема вот всей этой бюрократической волокиты никто делать этого не хочет поэтому зачастую когда вот она обнаруживается его уничтожают вот в Сан-Бизбурге была целая битва за вот этот вот небольшой кусочек исторического мощения его удалось отстоять законсервировать вот в таком виде и на это были потрачены деньги потому что на самом деле для того чтобы сохранить этот кусочек понадобилось разрабатывать проект и проходить согласование чтобы муниципалитет как бы обратно не закатал вот тоже пример это Выборг тут тоже очень красивый город с очень красивой архитектурой тут мы занимаемся воссозданием входных дверей к сожалению засвечено но кто вы можете видеть архивные чертежи которые были найдены краеведами вот это вот визуализация того как дверь будет выглядеть вот исторические вывески очень интересный тоже такой объект они это конкретно дореволюционная вывеска из Самары ее нашли расчистили и законсервировали вот почему она так выглядит потому что опять же мы не создаем новоделов мы стараемся максимально сохранить подлинную фактуру вот она так выглядит вот сейчас на нее можно полюбоваться очень много проводим волонтерских акций в частности здесь вы видите наши помывочные акции потому что вот вся эта красота которой можно еще долго любоваться зачастую это все в грязи нашим коммунальным службам это все не нужно собственники не понимают что с этим делать вот в Питере очень много у нас акций и у нас такой подход что мы организовываем акции мы никогда не причиняем никому добра вот потому что как бы ну у нас очень ограниченный ресурс во-первых мы это прекрасно понимаем у нас очень высокая социальная ответственность потому что ну как бы фонд существует на добровольные пожертвования мы отчитываемся за каждую копейку несем ответственность за те проекты которые мы делаем вот соответственно если вы приходите к собственникам которые живут в красивом доходном доме и начинаете им рассказывать что давайте мы вам тут помоем они не хотят этого делать не нужно потому что результат ваших усилий будет назовем вещи со временами будет похерен я сама с этим сталкивалась на своих объектах в Ростове когда у меня была вот эта вот чудесная мысль что вот сейчас я приду сейчас я расскажу цены станет очевидно и мы сделаем такой классный кейс нет это не работает мы поэтому мы работаем только с теми собственниками которые обращаются сами которые понимают смысл всех этих целодвижений готовы дальше тоже поддерживать потому что если мы людям навязываем добро то да потом мы берем на себя опцию контроля чтобы ничего не было испорчено чтобы дверь не продали на Авито который мы отреставрируем ну и так далее вот тоже в рамках волонтерских акций очень интересный кейс это из Выборга в Выборге очень много в парадных красивых росписей вот и вот волонтеры занимаются расчисткой этих росписей тут вот ландыши также кстати по поводу ну у нас большой объем работ на самом деле мы и обследованием занимаемся очень много консультировать бывает такая ситуация что жители что-то обнаружили и им нужно понять вообще насколько это ценно какую-то экспертизу получить в таком случае мы привлекаем реставраторов делаем расчистки вот покажу несколько наших проектов ну чтобы Вы просто понимали выбор куда масштаб вот это большой проект это восстановление мартеновского цеха этот в этом цеху планируется музей и целый креативный кластер очень активная комьюнити местная из города Сысерд потрясающие ребята и поэтому как бы мы согласились им помочь конкретно в этой ситуации мы вот эти вот 400 тысяч собирали им на обследование потому что нужно было оценить техническое состояние здания и понять вообще какая им нужна сумма какой нужен проект для восстановления и на консервацию кровли вот тоже очень знаковый для нас объект дорогой непростой но тоже очень хороший потому что это Белая башня в Екатеринбурге и тут тоже есть активное сообщество которое занимается сохранением этой Белой башни она стала объектом культурного наследия что тоже накладывает дополнительные сложности по работе с ней и мы как бы занимаемся с сбором средств для проекта ее реставрации и приспособления вот очень любим советские вывески советский неон просто ванглав это один из наших объектов это вывеска в Липецке вот тоже очень интересный объект это жилой дом в Москве в какой-то момент начала отваливаться штукатурка и оказалось что первые два этажа это на самом деле усадьба 18 века ну то есть вот такие вот интересные обнаруживаются артефакты то есть она потом настраивалась и в итоге превратилась в пятиэтажку но в основе усадьба и мы сделали расчистки вот так вот фасад выглядит сейчас ну для обычного человека скажем так это тоже кстати вопрос про культуру сохранения наследия для обычного человека это выглядит странно да фасад с облупившейся штукатуркой что тут как бы страшненько выглядит ну вот так вот с точки зрения обычного жителя на самом деле целое исследование вы можете посмотреть как выглядела усадьба 18 века и понять что в основе этого дома на самом деле усадьба все декоративные элементы вот это мой первый проект в Ростове это исторические ворота оригинальные дореволюционные мы их ну то есть на первой картинке вы видите как они выглядели и зачастую собственники ну вообще в целом почти все считают что нужно это выкинуть и заменить на что-то более функциональное на самом деле мы тут поменяли не так много родного дерева то что вы видите то что как бы у нас получилось на выходе это те же ворота просто некоторые участки заменены вот и они прекрасно функционируют все чудесно мы поменяли замок вполне себе современная штука вот плюс еще была очень интересная история с номерком в правой части вы видите это подлинный дореволюционный номерок вот он был в таком состоянии его отреставрировали и он вернулся на ворота вот вот тоже у нас с нашим ростовским томсоерфестом сложилась очень интересная история мы помогаем им уже не первый год и они как бы в качестве такого своего флагманского направления выбрали советскую мозаику и мы с ними делаем вот такие чудесные мозаичные объекты это рыбкая волна скульптурная композиция что интересно это первая мозаика которая отреставрирована силами волонтеров вообще в России конечно за этим всем наблюдал мастер-реставратор мы специально выписали эксперта из Москвы который приехал осмотрел и консультировал нашего специалиста очень классный крутой кейс потом вот они сделали вот такое это мозаичные лиры они были заштукатурены там долгая была история сначала их покрасили потом заштукатурили потом снова покрасили потом снова заштукатурили ребята решили их очистить когда они их очистили оказалось что ну как бы облицовка подлинная она вообще в отличном состоянии не так много утрат вот тоже получился такой интересный объект вот это вот старое кладбище в Таганроге мы собирали деньги для проекта это УКН кладбище мы собирали деньги для проекта реставрации десяти памятников там тоже есть очень активное комьюнити активистов которые собственно занимаются и приведением его в порядок вот они к нам обратились с просьбой помочь им восстановление этих памятников да я понимаю мы это сделаем вот я быстро пролистаю вот в общем я думаю идея ясна вот ну и Сергей меня попросил коротко рассказать про мою городозащитную деятельность я изначально городозащитник то есть я как бы не имела никакого отношения к сохранению наследия но так получилось что я очень сильно втянулась во все это и начала во всем этом разбираться и в нормативной правовой базе и во всем остальном вот у нас в городе есть Саша рассказывал мы с ним как раз коллеги получается у нас есть городозащитное сообщество оно называется мой посад вот это такое сейчас в данный момент даже небольшое медиа где мы освещаем вообще вопросы связанные с сохранением наследия все наше поле привлекаем внимание пытаемся работать с горожанами просвещать их и объяснять что хорошо что плохо и как делать не надо вот то с чего сообщество начиналось это была очистка от революционных урисок к сожалению потом это здание снесли это было знаковым на самом деле моментом для того чтобы прикольная история про очистку и революционных урисок вывесок переросла в градозащитную борьбу потому что ты понимаешь что ты вот сейчас все делаешь а потом этот дом просто сносит и все вот ну Саша об этом все говорил вот это наше горе по поводу капремонта я вам покажу наглядную то что вы видите с левой стороны это фасад после капитального ремонта исторического здания вот а направление дьявол в деталях да такая борьба с излишествами это то как у нас вот это тоже здание после капитального ремонта это два слайда помнят как а наше фонд капитального ремонта я очень рад потому что в городе нет субсидий для реставрации, есть только программа капитального ремонта. А историческое наследие у нас это многоквартирные жилые дома, 99%. Вот еще такие интересные истории. Это несанкционированные ремонты, конкретно это муниципальная собственность. Муниципалы очень любят делать ремонты, очень любят венфосад, чтобы было тепло, энергоэффективное, вот это все. Конкретно в этой ситуации этот ремонт был не согласован со стороны департамента архитектуры. Вот, это свежая история, это сейчас все происходит в реальном времени. И вот тут, вот что планируется. То есть, вот это здание, оно станет одним из это получается тоже будет такой чудесный домик, облицованный розовым и синим венфосадом. А где-то сайдинг уже не в моде, понимаете, на Ростове... Сайдинг слишком дешевый, с точки зрения изменения следствия, это неинтересно. Да, 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 ремонтный план. Да. Ростовый ремонт венфосад, ну смотрите, от слой удеплителя на это небольшое здание, вот, и там как бы коллизия в чем заключается? В том, что очень часто проводятся на самом деле несогласованные работы. Но никто не обращает на это внимание, не додумывается вообще запросить разрешение, какую-то документацию, а следующий этап, когда ты запрашиваешь, надзорные органы, это то, о чем говорил Саша, максимально эту ситуацию спускают на тормоза. Я бьюсь уже две недели с районной администрацией, которая должна быть всю детскую контроль, в формате периодических звонков архитектору, и говорили, что ну вы же знаете, что вы не согласованы, выйдите на место, пожалуйста, отреагируйте. На что в последний раз мне сказали? Ну это же оригинальная структура, они понимают, наверное, что делаем. У нас вообще нет людей, чтобы этим заниматься. Ну мне сказали, что вроде бы потом дальше это все как бы яслила в СМИ, СМИ написали, и вот теперь они сегодня из департамента архитектуры сказали, что ура, кажется, этот заказчик угомонился, кажется, не будут они так делать. Они просто как бы, они начали ремонт, и заднее число пытаются это все согласовать в департаменте архитектуры. Департамент архитектуры отбивается, они такие, ну мы пока сделаем, когда уже сделаем, пока кто вам придется. Вот такие чудесные истории. А это немножко про наши взаимоотношения с властью. Вот, по моему выражению лица, с правого вы можете видеть, насколько унылая вечеринка. Вот, а слева это реальный претендент. Меня пригласили в администрацию, глава города проводил совещание, как бы решил обсудить вопрос сохранения наследия. Я как бы рассказала про ключевые болевые точки и предложила это обсудить. Вот этот чудесный человек, он возглавляет комитет в, кажется, в областном парламенте, он возглавляет комитет по экономике, кажется. Ну вот, в общем, человек, который, по идее, за деньги. Вот, на что он, на все мои озвученные проблемы и кейсы других городов, тоже важный момент, перенимать опыт. Потому что наши проблемы не уникальны, историческая застройка не только у нас есть. Вот, он предложил мне помочь им в сборе средств, что вот нет у нас денег, нам дороги надо строить, детские сады, и вот эта все глупость. Все, у меня все. Спасибо большое. Вопросы, но не более твердые. Пожалуйста, Тиме, ваши вопросы. У меня вопрос к вам и к Лонтилу. Вы там работаете вместе в комиссии по сохранению исторических зданий. Я так понимаю, что это те здания, которые город уже расселил и, как аварийный, и уже готовят к сносу. И спрашивают вас, ну, может, что-то оставить из этого, да? Да, да, да. Вот. Я понимаю, это работа полезная и нужная, что вы там делаете, рекомендуете. А что делать с частными собственниками, когда он купил двухэтажный особняк и его тихо снес? Ну, точнее так, получил разрешение на снес и снес. И мы уже в процессе сноса узнали, что он снесен. Слушай, ну, тут вопрос статуса. К сожалению, вот так, опять же, мы возвращаемся к инструментам, да? Потому что, если это объект культурного наследия, то, по идее, должен прийти комитет по охране памятников и санкции наложить. Но комитет по охране памятников у нас такой очень, он своеобразный. Даже когда объект утрачен, они долго не реагируют, могут вообще не реагировать. Вот. Если это просто ценный... Ну, просто дореволюционный дом обычно. Да. Объект ценной теоретической среды, то ничего не имеет права. Можно снести. Никаких регламентов, запрещающих, к сожалению, на данный момент нет. Это вот тоже снова к вопросу про объединенную охранную зону. Спасибо. Я вам коротко скажу. Но на самом деле с течением времени я понял один простой момент. Если мы сами не будем проявлять активность в том, что мы видим на улице, когда происходит, и писать, куда нужно, грамотно, и держать на контроле, ничего от тех людей, которые как бы должны это выполнять, ну, ждать не нужно. То есть не нужно ждать. И на самом деле именно такого органа, комитет по охране, на котором бы была именно функция инспекционных проверок именно на места, это только в России. Во всех остальных городах, в редких городах, да, вот в Риме мониторинг с помощью камеры, это единственный город, где стоят камеры, которые направлены на объекты культурного наследия. В Берлине проверки проводятся по заявлениям горожан, и только в России у нас есть комитет по охране, который обязан предотвращать, предотвращать порчу и снос. Вот, поэтому, если уж они так заняты, единственная возможность это делать, вот как написано, как в Берлине. Проверки происходят по заявлениям горожан. Это наш единственный шанс сохранить историческое место. Можно я просто ремарку? Я хочу короткую ремарку к вашему вопросу по ходу законодательства, его жесткости относительно памятника. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого, и вообще, это общая мировая практика, что законодательство, оно действительно жестко регламентирует. И тут, мне кажется, еще важно, как местные надзорные органы отрабатывают, потому что, ну вот, я мониторю, как ситуация стоит в разных регионах, и очень многое зависит, на самом деле, от позиции охранного органа, насколько он готов идти, ну, отрабатывать качественно все это вместе с человеком, который, там, хочет реставрировать ОКР, или хочет как-то его приспосабливать. Мне кажется, это очень важный фактор. Я попросил, чтобы вы все поняли, накал, значит, ситуации в Ростове, месяц назад было написано коллективное обращение в прокуратуру на председателя комитета по охране с фактами многолетнего неисполнения своей функции по предотвращению порчи или утраты объекта культурного света. Это чтобы вы поняли степень конфликта с комитетом по охране. И я надеюсь, что этот вопрос поднимется на федеральный уровень, потому что уже не хватает никаких моральных сил видеть то, что происходит с Ростовом сейчас. Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, что все уже просто устали. Давайте тогда будем идти к завершению. Можно мне уходить? Спасибо большое. Уважаемые... Так, нет, можно говорить здесь, говорить друзья, да? Так вот, друзья, на этом наш день близится к концу, наш рабочий день, но наш, поскольку площадь, это же еще и удовольствие. Ростов готов вам предоставить очень много удовольствия и ростовчанам, и гостям города. Я предлагаю всем этим воспользоваться. Огромное спасибо всем, кто сегодня выступал. Мне бы хотелось от лица нас, как организаторов и от лица всех ростовских участников просьбинга поблагодарить всех, кто приехал и добрался к нам, несмотря на все те препоны, которые жизнь нам строит, да, на дорогие билеты, на их отсутствие, на отсутствие самолетов и прочее, прочее. Тем вдвойне для нас приятно ваше участие, ваше внимание, которое вы уделили нашему городу. Надеюсь, что наше сердце, она, несмотря на такое пессимистическое последнее выступление, она все-таки оставит у вас позитивное впечатление о Ростове, потому что если мы боремся, значит, мы еще существуем, значит, мы рано или поздно добьемся с твоим успехом. До этого мне бы хотелось закрыть официально этот день плейтинга. Всем вам большое спасибо за внимание и несколько организационных объявлений. Первое, завтра в 10 часов мы отправляемся на экскурсию в город Новошахтинск отъезд автобуса от дома по адресу проспекту Рашиловский 101. Это обычный жилой дом, просто удобно при автобусе припарковаться и удобно выезжать за город. Потому что оно все-таки там, 50-местный автобус, не везде ставишь. Что касается экскурсии в Новошахтинск, нас ожидает путешествия по самому городу. Мы с вами посмотрим запросы, посмотрим примеры того, как наш 100-тысячный региональный центр работает в современном пустуле со своей экономикой, со своей архитектурой, благоустройством и прочим. И мы с вами пообщаемся с администрацией, ожидается участие мэра города. Собрание у нас начнется 15 часов и в течение 3-х часов мы будем общаться по поводу сжимающихся городов. Надеюсь, нас не подведет интернет, у нас будет трое участников онлайн, которые будут выступать. и по проблеме геноскового сжатия один из москов, второй из Милана. И мы надеюсь, будет очень продуктивная и интересная беседа. Поэтому всех вас приглашаю. Место в автобусе хватит всем. Их больше, зарегистрировавшихся участников. Поэтому даже если вы не регистрировались, пожалуйста, приходите, принимайте участие. Это на завтра. Что касается субботы. У нас запланирована экскурсия по Токонроку. Экскурсия проходит уже в таком свободном, демократическом режиме, демократическом, я имею в виду, финансовое обеспечение. Каждый сам себе покупает билеты. В 7.30 утра мы вас ждем перед главным входом на приградный вокзал. После этого либо до этого вы покупаете билеты. Проходим, там есть автоматы, есть кассы обычные. Проходим через кроникет, садимся на олимпичку, управление электрички 7.58. Почему мы выбрали железнодорожный транспорт? Ну, прежде всего, как всякие ульпанические госсов, изучающие на полевых условиях работу пригрызных, рельсовых систем, сообщение. Второе, дорога, дорога, дорога на Донбасс, она очень напряженная, и любой декабрь на этой дороге оборачивается многокилометровой пробка, которой можно представить очень долго. И поэтому электрички сегодня это самый устойчивый способ доехать на Тарадороге. В Тарадороге нас ждет экскурсия по музею предоставительства и быта, ее проведет сама директор музея, она же нас проведет на экскурсию в пешеходную поискорическому центру, посетим Таримайту от дворец в Гараке, памятник архитектуры сведения 19-го века. Увидим место, где скончался или не скончался Александр I, мы едем к памятнику Петру I, где-то парады там организованы, ну и где-то в 16-30 мы планируем искусство завышить, после чего возвращение самостоятельно. Хотите, ждите последний электрический, хотите уезжать раньше, хотите уезжать на маршрутке, расписание электричек вам выдадут вместе с информационным буклетом перед, ну вот там на пыгарном вокзале, когда мы увидимся. Ну и третья новость организационная, вчера состоялось такое внеочередное заседание вдохновителей плэжинга и было решено после третьего тоста включить протоколы в заседании решения об устройстве специального чата на основе нашего канала. Сегодня девушки все это уже реализовали и те, кто из вас поглядывал своими смартфон, обратили внимание. Да, есть такая возможность зарегистрироваться в этом чате, ссылка закреплена в верхней строке телеграм-канала, вы можете так зарегистрироваться и обмениваться материалами, которые мы сегодня обсуждали. У меня большая просьба ко всем спикерам, кто еще здесь, выложить материалы, которые вы ссылались, ссылки, может, какие-то интересные, относящиеся к вашим выступлениям, потому что мы не все могли там зафиксировать, что так решили. Алексей Преображенский там уже выложил ссылку, по которой вы можете лицезрить и расстоятельный совет Калининграда в прямом эфире. И там это все можно наблюдать. Но и другие всевозможные документы мы сможем обменивать, поскольку наша задача как минимум продержать этот чат до следующего обменивания. Так, Александр Ильич? Ну и на этом большое спасибо. Я бы побольше. Нет, наша задача до следующего. А следующий код будет держать те, кто будут организовывать следующие коджки. Поэтому большое спасибо всем за работу. Мы сегодня заканчиваем, но это не значит, что заканчивают наши мероприятия. Завтра в Ашахов, послезавтра в Ашахов. Ну а сейчас отдыхаем.